добрый день уважаемые друзья коллеги это снова мы и наша научно-познавательно-развлекательная передача с названием аукцион rcl info номер 62 пройдется 10 по 16 марта весна весна то что то отметить выступить нам слове перед одним из самых интересных аукционов которые у нас в этом году на может быть и за историю наш нашего существования сказал так как будто прям это охватывает тысячелетия да вот такое чувство что да крутится и крутится нас в этот раз будут и целков будет у нас группа и с будет у нас и кулик тут прям совсем а уж относительно актуальности то мы вот с вами периодически это отмечаем попадание картин на торги нашему вниманию неожиданным образом как-то это подчеркивает сегодняшний день делает его каким-то более насыщенным ярким иллюстративно да так прям вот тему и мы к этому вернемся а начнем удивительное сегодня много литературы у нас будет много будет литературы один отрывчика вам сейчас зачитаю но немножко качнемся еще раньше еще дальше до в литературу у нас там классический вариант проблемы отцов и детей непонимания промелькнула новость о том что выступили с инициативы какие-то силовые там у нас структуры за привлечение детей к политике давать уже пять лет тюрьмы такая уголовная статья все по настоящему ну кто их привлекает как привлекает зачем что делать с детьми как будто завтра все такие мелкие вопросы а если поглядеть на это со стороны издалека взять так сказать панораму такую широкую это в это в классическом виде проблема отцов и детей классическом и старшее поколение которые сейчас у власти совершенно не понимает младше поколение причем это касается интернета вообще всего что интернет нас рассадник зла там у нас исключительно чего-нибудь против детей ну и так далее тогда зачитаю вам интересный текст интересно два персонажа разговаривают потом скажу какие один говорит я вас обрадую всеобщая молва что есть проект насчет лицеев школ гимназий там будут лишь учить по нашему раз-два а книги сохранят так для больших оказий другой персонаж сергей сергеевич нет уж коли зло пресечь забрать все книги ба да сжечь конечно кто-то уже догадался это разговор скалозуба и фаусова фауса в данном случае кстати говоря во многих своих высказываниях выглядит очень разумным человеком между прочим если мы сейчас перечитаем с высоты так сказать уже возраста опыта это произведение горе от ума естественно естественно горе от ума мы увидим что фамосов очень прагматичный человек и он дает дельные советы как устроиться в жизни детям не надо бузить вот таким чатским там что-то хотеть привозить что-то из-за границы новенькая да которая нам чуждо учить надо вот так раз-два а книги божечь к чему мы что-то время что-то мешает нашей молодежь во времена фамусова и чатского мешали книги французские романы вот их бы все запретить дожечь а учить по нашему да потом уже на нашем поколении многих раздражали фильмы боевики так называем нас смотрится боевиков и сразу прям убивать стрелять в этом все проблемы 90-х наверное да или послушают группу black sabbath тогда еще узи озборна да и сразу вешаться и бог его знает что делать сплошной суицид это все вот это все мешает от запретить рок-музыку а уж hard and heavy вообще все бы запретить интернет надо запретить а тут уже сейчас я бы и детей запретил ну что они бедные да да чем можно договориться какой кошмар значит порадуемся другому запретить ничего не удастся попытки будут как во времена фамусом запретили книги лицеи запретили также и сейчас все запреты закончится вот такими вот мешными пьесами в итоге и вы над ними будем стать изучать и удивляться как это возможно взрослые умные прагматичные люди и вдруг выдвигают такие странные идеи дача закрыть закрутить а учить раз-два а учить раз-два и ходить строим ничего не получится друзья ничего не получится а жизнь продолжается причем продолжается удивительным образом и все что мы говорим про искусство что вот это какой-то луч света в тёмном царстве да еще одна цитата из еще одного знаменитого произведения но это факт это факт и картины которые у нас появляются поразительно интересны поразительно интересны а какие ох вас ждут интересные рассказы сейчас обо всем сейчас обо всем понемножку сейчас начну и первый шедевр рубрика шедевр первый шедевр как вот прям хороша ложка к обеду до ложки здесь уместно скажет а чё ты взял ложку когда на картине вилка но там у целкова есть будь здоров а перед нами олег целков перед нами олег целков да еще какой все шикарно размер музейный убойный совершенно бьет на повал все кто приходит сюда это все валит с ног картина производит совершенно потрясающее убойное впечатление бомба да что называется прям вот в хорошем смысле в хорошем смысле такая мощная термоядерная культурная бомба олег целков некоторые не любят кстати говоря но что это за какие-то рожи какие-то вилки ножи топоры все вот то что вот это вот и нужно от олега целкова вот эта вся красота и здесь на картине вот это просвечивание да какой-то прай проявляется изображение из какого-то тумана до потрясающе красиво друзья мы потрясающе красиво у кого есть возможность вот к таким объемом формам размером до приобретать вещи это надо сделать немедленно и бросить и сделать немедленно потому что это олег целков название человек с вилкой год 1983 представляете 83 рассвет размер холст масло размер 195 на 130 ну все ну все то ищет а целкова ищут постоянно это удивительная история редкая как сказать редкая история да когда всегда дефицит купить очень сложно а вот такого вот уровня работу ну я просто не могу себя даже представить сходу не назову когда последний раз появлялась на открытых торгах вот такого уровня работы очень 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 нам с вами повезло вот она перед нами несколько важнейших важнейших таких историй баек и так далее хочется рассказать набери прям вот вдохнем воздух в легкие и поехали и так что перед нами один из главных и самых дорогих русских нонконформистов главных и дорогих какая красота его фамилию уверен слышали даже те кто мало интересуется изобразительным искусством ведь истории про целкова несколько раз встречаются в прозе сергея довлатова красота и одна из самых известных в соло на ундервуде про то как художник назначал цены на свои картины о какая представляете какая тема очень часто спрашивают а почему столько стоит а почему вот так да вот как считают люди ну а почему должна картина стоит там миллион долларов или 2 или 5 или 10 краски холст ну в лучшем случае там багет рама почему стоит так дорого как художнику приходит в голову цена уже он бухает какую-то цену да а другие потом соглашаются с ней почему-то и покупают а на аукционе так еще и борется за то чтобы приобрести откуда это берется что это такое очень часто говорят что это все надуто что это все та самая там пирамида все искусственно все раздуто все подстава там и тогда вот пожалуйста одна из истории откуда берет берется цена однажды олег целков крепко продешевил его друг и поэт евгений евтушенко привел к целкову покупателя драматурга артура миллера это такой артур миллер чем он известен что его евтушенко привел коллега целков потому что он был третьим мужем мэрилин монро какая красота какие какие открываются сразу вот со всех сторон объемные да пары там персонажа известия вот это все все вот здесь вот за этим холстом великолепно те вот эти истории какая красота продолжаю я хочу купить вот эту работу назовите цену сказал артур миллер толков ехидно прищурился и выпалил давно заготовленную тираду когда вы шьете себе брюки то платите 20 рублей за метр габардино а это между прочим не габардин миллер вежливо сказал и я отдаю себе в этом полный отчет кстати очень трудно вот это я вот вам сразу отвлекусь и замечу многие думают что в мастерской художника самые дешевые цены и лучше всего попасть туда чтобы иметь возможность и получить культурное удовольствие от общения с художником и купить что-то за недорого да чаще всего это оказывается не так художники не такие простые люди такие простачки а очень многие из них очень цепки хорошем смысле прагматичном цель смысле и торговаться с ними очень тяжело тем более это не очень комфортно ты пришел человеку восхищаешься его искусством и тут же начинаешь торговаться да как же так ну побойся бога да ну что за цену ты назначаешь великий художник за эту великолепную картину что ж ты ломишь цену то да такой вот разговор может произойти с художником это очень непросто и вот как раз этот случай описан у довлатова я отдаю себе в этом полный отчет затем он повторил так назовите же цену 300 выкрикнул целков 300 чего рублей евтушенко поэт евтушенко за спиной высокого гостя нервное и беззвучное артикулировал долларов долларов евтушенко подсказывал целков из-за спины покупателя красота представим себе великого поэта евтушенко как это дело да уж не копеек сердито ответил целков миллер расплатился и сдержанно попрощавшись вышел евтушенко обозвал целкова кретина нормально вот это такая зарисовочка такая сцена с тех пор целков действительно действовал разумнее он брал картину вот теперь внимание внимание как художники определяют цену картины измерял ее параметры умножал ширину на высоту вычислял таким образом площадь и объявлял неизмерно твердую цену доллар за квадратный сантиметр многие думают что это байки давлатов придумал оказывается нет целков сам рассказал их писателю давлатов лишь перепутал доллар доллара с рублями но в остальном все так и было олег целков евтушенко замечательные произведения посчитаем друзья мои посчитаем квадратные сантиметры есть такая возможность цена очень хорошая раз уж заговорили про цену и про эту работу цена просто великолепно все кто приходил когда спрашивают резервную цену я ее называю только развод руками это да ладно да 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 я не буду сейчас называть аукцион так построен чтобы цена дошла сама до нужного уровня и она дойдет я вас уверяю и кто готов к таким размерам или к такому целкову его вот этим вот темам непростым мимо не пройти мимо не пройти продолжаем откуда это взялось вообще вот эти вот лица вот эти вилки вот это вот все откуда это взялось ни на что не похожи кажется просто на самом деле просто сумасшедшие композиционная вот это вот единое целое так не сделал при всем моем уважении к тем кто умеет рисовать друзьям и так не сделать при всей вот этой кажущейся простоте да ладно часто кто-то скажет подумаешь делов то она свою знаменитую эстетику персонажа морды лирического лирического подчеркиваем лирического героя большинства своих произведений ссылков изобрел в самом начале пути еще в 1960 сначала эта форма вышла случайно но вскоре ссылков понял то образ этот эволюционирует и загадка его не отпускают первое время он называл их масками они мордами впрочем камуфляж театрального театральным термином ему не помог советская власть морды не взлюбила какая красота все что я сейчас произношу советская подчеркну черт советская власть морды не взлюбил первую персональную выставку целкова в курчатовском институте в курчатовском институте вот все таки ученые знали толк культуре надо отдать должное советским ученым курчатовском институте 1965 году закрыли через два дня а вторую выставку в доме архитекторов и архитекторы знали толк хорошем искусстве свернули через 15 минут после открытия бдительные борцы с инакомыслием не стали утруждать себя формальностями и отключили свет помните знаменитую фразу а кто не платит взносы табу отключим свет этот пожалуйста олег целков олег целков отключим свет какая красота и перед нами и несмотря ни на что вот он рассвет идеальное время 83 год идеально творческая просто вот наивысшая точка вот этот период вот этот размер вот эта тема персонаж с вилкой больше добавить нечего кроме как засучить рукава приготовиться и обязательно приобрести а нам только развести руками и порадоваться что мы имели возможность держать это в руках стоять рядом рассказывать про вот эти произведения искусства даже какое-то время пожить с ними это просто супер кому-то точно повезет давайте удачи и смена рубрики и перед нами о-го-го актуальное искусство прям вот все что мы вкладываем в это понятие актуальное искусство прямо перед нами а что перед нами перед нами группа а с ф а с ф а с ф причем прежде чем начинать рассказывать более подробно перед нами последнее восстание 2 здесь вот то ровно с чего я начал пока конфликт отцов детей новые новые нового искусства нового понимания в искусстве об этом мы еще будем сегодня говорить и потажного искусства до которая раздражает вот правильное слово которая не столько тебя завораживает хотя и это тоже есть когда ты начинаешь в это погружаться и в это вникать сколько вот в начале тебе это раздражает даже может быть тебе это не нравится вот при тем как прийти к рассказу об этой группе об этом вообще все до новом хочу повиниться прям покаяться это не дает мне покоя наконец-то есть возможность и шанс как-то вот выправить ситуацию много лет назад мог стать живем уже какой-то кошмар вспоминать страшно сколько живем много лет назад на одной радиостанции обсуждался один вопрос связанные со всякими там смыслами национальной идеи прочее прочее и как-то вот дозвонились до меня или я дозвонился я уж не помню и мы в эфире были минут 30-40 что само по себе ого-го и говорит о том что интерес к теме искусства или через искусство решения каких-то острых проблем или хотя бы поиск решения острых проблем через искусство это очень правильная вещь которая и помогает найти и увлекательный совсем другой дает взгляд на жизнь на проблемы много на что здесь не будем отвлекаться и в конце этого разговора ведущий известный человек меня спрашивает а что из современного искусства вы бы отметили я так что-то назвал пару тройку фамилий каких-то и он мне подсказал а что скажете про группу асф я к стыду своему перепутал даже вот так я подумал про другое и сказал что сильно так себе что мне непонятно это искусство что правда было тогда и что я не очень понимаю тех людей которые это покупают и есть ли эти люди и я был неправ и что почему это стоит таких день покажите мне этих людей даже я так пафосно воскликнул я хочу видеть этого человека да кто покупает вот эти вещи за такие деньги говоря совсем про другое перепутал вот я сейчас группе асф приношу извинения глубокие я был неправ и всем кто увлекается актуальным искусством я признаю факт своей ошибки много лет назад и я рад сейчас судьбе и благодарен что я имею возможность исправить ее вот получилось сразу полегчало сразу полегчало и переходим сюда к этому самого конфликту отцов и детей интереснейшая картина гламурная да вот первое что сразу приходит в голову это это гламурное произведение искусства которым то ли что-то непонятно то ли что-то не так были наоборот все так но мы этого не понимаем что это такое да и опять вот какие-нибудь разговоры да это разве искусство что это и так далее что мы здесь видим мы видим какую-то группу молодых людей детей почти что до которых боже упаси привлекать в политику боже упаси пять лет но мы не про политику то мы видим группу молодых людей да каких-то вот они странных позах каких-то красивых странных позах с какими-то предметами для драки. То ли предметами, то ли не предметами. Что за ерунда? А если приглядимся еще внимательнее, то вдруг увидим каких-то дракончиков странных, каких-то то ли ящериц, то ли кого, какой-то песок. Что здесь вообще? Какая-то бессмыслица, дрянь и фигня. Скажут мне ценители высокого серьезного искусства. А на самом деле, так можно сказать вообще про все, в том числе и про высокое искусство, к сожалению. Надо все насматривать, надо во всем разбираться. И более того, как только ты это начинаешь делать, это вдруг оказывается безумно интересно. Вот прямо вот это слово. И ты понимаешь, вот как я начал с чего, что ты не прав, что ты как-то это в штыки воспринял или воспринял это недоумением. Глубочайший смысл. Что перед нами? Еще раз я повторю, последнее восстание. Произведение АСФ, давайте уж так, пойдем по порядочку. Ну, во-первых, что это обозначает? Вот. Давайте. В составе группы, арт-группа АСФ, четыре человека. А. А. Татьяна Арзамасова. Е. Лев Евзович. С. Евгений Святский. И Ф. Владимир Фридкис. Четыре человека. Вот по их фамилиям, это аббревиатура странная, которую не сходу выговоришь. И тем не менее, мы с вами ее запомним, друзья мои. А уж те, кто интересуется и запоминать иногда, они так уже все это знают. Вот мы обратили на это внимание. И кто этого раньше не знал, не ведал, и это было неинтересно, вот сейчас я вас уверяю, вы заинтересуетесь. Никуда не денетесь. Никуда не денетесь. Современное искусство. Актуальное искусство. Поняли кто? Произведения АСФ представлены в жанрах скульптуры, цифровой печати, фото. Но опорными произведениями важных выставочных проектов являются их цифровое видео. Вот еще одна тема для разговора. А как можно коллекционировать видео? Что с этим делать вообще? Ну хорошо, купить не проблема. Деньги найдешь, как потратить. Ладно. Найдешь, как их отдать. Про производителю хотел сказать видео, да? Художникам. А что ты с ним будешь делать? Ведь важнейшее же качество, когда к тебе приходят люди, а у тебя на стене, в твоем жилище, в твоей галерее, в твоем пространстве висят такие произведения искусства, и все там от порога. Вау! Да это АСФ, да? Этого же мы ждем. Ты же не побежишь к телевизору включать, а вот смотрите, у меня тут видео. Это несерьезно. Потом может быть, но пока не очевидно. Это не очевидно. Поэтому, поэтому перед нами овеществленное произведение искусства, которое можно повесить на стену. Вот в этом смысле мы консерваторы. Мы консерваторы. Мы хотим повесить на стену, произведение искусства, и получать от него удовольствие не только тогда, когда нажмешь кнопку, а вообще всегда, когда ты находишься в этом пространстве. Вошел, прошел мимо, вышел с друзьями и так далее. Вот оно, пожалуйста. Будоражит, задает вопросы. Итак, продолжаем. Итак, продолжаем. На самом деле цифровое видео, точнее то, что многими воспринимается как фильмы. На самом деле технически это морфинги. О, слово-то какое. Морфинги. Это то, что делает АСФ-группа в первую очередь. Морфинги. Что такое морфинги? То есть не видео, а тысячи, десятки тысяч постановочных фотографий. Постановочных фотографий. А кто с этим хоть когда-нибудь сталкивался, понимает, насколько это трудно и серьезно. Постановочная фотография – очень сложное искусство, которые перетекают друг в друга через алгоритмы компьютерной графики. Один из таких фильмов – это как раз «Последнее восстание». Собственно, о чем мы сейчас с вами и разговариваем. Это первое видео в трилогии. «Последнее восстание» – пир Трималхиона и третья часть – аллегория Сакра, собранной в логике «Ад. Рай. Чистилище». Перед нами, то есть вот прямо сейчас перед нами, это сцена из… А? Угадайте? «Ад. Рай. Чистилище» – это откуда? Из ада. Да, вот такой у нас ад. О! Кто-то воскликнет. Во! А мы-то и не знали. Это же прекрасно. Чего мы боимся-то все, если это ад? Продолжаем, продолжаем, друзья мои. Правда, ада очень гламурного. Да-да-да. Без крови и страданий. Так и было задумано. Под замыслу АСФ происходящее имитирует компьютерную игру. Отсюда. Вот эти вот персонажики, какие-то дракончики и что-то в этом духе, да? Это вот. Онлайн-компьютерные игры. Которые, лишенные прочих страстей, ангелы-подростки ведут борьбу друг с другом. Причем воюют они, как в компьютерах, без страха физического насилия, без сдерживающих табу, без неприятных эмоций. Крови нет, боли нет. Чего бояться? Это же выдуманная реальность. И тут же мы вот эту тему глобальную, да? Компьютерной, выдуманной реальности. И вот наша молодежь сейчас прям там вся зависла. Ах-ах-ах, от этого все проблемы. Вот они все уткнулись в свои там эти экранчики и прям там погрязли. А лучше бы книжки читали. А вы помните, с чего мы начали? Памусова, который хотел их сжечь, видя в них корень зла и проблемы молодежи. А теперь-то оказывается нет, им бы книжки почитать. А вот вывезти их из этого онлайн-пространства, да? Никуда мы никого не вынесем и не вывезем. Это прогресс, друзья мои. Это способ коммуникации. Нравится он, не нравится. Это уже все. Жизнь по факту вот так. Какое дальше будет развитие, мы не знаем. Мы не знаем, куда вильнет это все из этого онлайн-пространства. Но тем не менее, это вот прямо сейчас то, что мы имеем. Спорить с этим, ругаться с этим, пытаться за шкирку оттащить от этого. Но это ерунда, это глупость. Это будет встречать непонимание. Вот тот самый вопрос и конфликт отцов и детей. Когда дети будут смотреть на вас как на динозавров. Что вы собираетесь делать? С нами. Это уже реальность. Для них. Для нас это способ времяпрепровождения, а для кого зарабатывание денег, друзья мои. Да, серьезных денег. Помним биткоин, тот самый пресловутый, который сейчас бьет все рекорды и про который еще недавно говорили, что это какая-то чушь собачья. А мы знаем миллионеров, друзья мои, наших знакомых, которые ого-го, как на этом заработали. Если кто-то еще не ухватил это новое, с помощью которого можно делать в том числе и серьезные деньги, ну что ж тут поделаешь? Если кто-то сейчас не догнал мыслы этой картины, считает, что это какая-то постановочная глупость, гламурная, ну что же мы поделаем? Да? Имеет право. Более того, и мы с этим согласны. Вы имеете право так считать и думать. Пожалуйста, пройдите мимо. А всех остальных, я уверяю, ждет моя, моя вот эта вот первоначальная ошибка, когда через некоторое время вы поймете, что это большое искусство глубокого смысла и содержания. Вот так. Мы когда увидели, когда к нам это на аукцион, забрежжило возможность попасть, мы прям махнули. Вау, круто. Вот прям так. Одно удовольствие. Порассуждать про это, поговорить, смотри, сколько времени мы на это потратили. А это интересно. Это интересно. Владеть этим интересно. Ну все, поборемся, приобретем, получим удовольствие, подумаем, порассуждаем. И в конечном счете выиграем все. И отцы, и дети, и будущие поколения. Все. Прекрасная вещь. Давайте, только позавидовать, что у нас есть такая возможность приобретать такие вещи прямо сейчас. Только позавидовать. Удачи. И мы продолжаем тему актуального искусства. Да кем? Кем? Это сродни, наверное, впечатлению от черного квадрата, когда надо сказать что-то одиозно-нарицательное про современное искусство. Как вот раньше, да, там, о, черный квадрат, и я так могу, о, черный квадрат. Это как бы вот самое простое, самое нелепое произведение искусства, которое почему-то знает весь мир. И вот еще одно. Это звезда 90-х. Это вот, если нужно рассказать о чем-то таком, прям вот дно 90-х искусства, вот это Олег Кулик, человек-собака. Сейчас, кто припомнил, а вот мы посмотрим на эту фотографию, как это выглядело. Да, вот это самое человек-собака. Да. И это считалось и многими считается до сих пор как вот абсолютное дно. Надо проиллюстрировать, что современное искусство это какая-то гадость. О, Олег Кулик, человек-собака. Вот оно. И перед нами. А произведение, даже вот оторвавшись от всех философских глубоких смыслов, которые безусловно заложены, именно поэтому и будоражит нас, и раздражает нас вот это искусство. Вот даже если от всего этого оторваться, это просто мощное произведение искусства, которое включает тебя в твое внимание, включает, ты начинаешь на это смотреть. Ты не можешь от этого оторваться. Да ладно, кто-то скажет, какая-то муть, что это такое. А я вам сейчас название прочитаю. И вы удивитесь. Произведение 97-го года. 1997-го года. Называется «Я кусаю Америку, Америка кусает меня». 1997-й год. А как по-новому звучит? Кто-то скажет, «Ооо, да это же провидец, это же очень современно, в этом все и дело». Это в этом все и дело, это очень современно. Тогда, правда, имелось в виду совсем другое, чем сейчас. Вот мы вкладываем, вот вы услышали от меня это название, «Я кусаю Америку». Сразу понятно, про кого идет речь, да? Америка кусает меня. Заключите телевизор, и вот вам, пожалуйста, во всей красе это название. Насколько, да? Глубоко, тонко было сделано в 1997-м году, что это продолжает оставаться актуально. Смысл можно вкладывать в любые. Каждый додумает свое. В этом и есть сила настоящего произведения искусства. Оно не выдыхается. Оно продолжает быть интересным и актуальным все время. По крайней мере, сейчас-то уж точно. Представляете, какой у нас аукцион в этот раз. Ну все. Давайте расскажем, что здесь для тех, кто вдруг почему-то не знает до сих пор, кто такой Олег Кулик, что такое человек-собака. Итак, перед нами фотофиксация одного из легендарных перформансов Олега Кулика, главного представителя московского акционизма. Впервые в образе человека-собаки художник предстал 23 ноября 1994 года на пороге галереи Марата Гельмана. А, для многих. И это имя уже из разряда одиозных и нарицательных. Да-да-да, мы знаем это Марат Гельман. Большой ему привет. Голого человека на ошейнике держал на цепи человек в трусах. Другой легендарный акционист 90-х. Александр Бренер. Сейчас все сразу когда прям какой ужас я сейчас читаю. Головы человека на ошейнике держал другой голый человек в трусах. И это искусство, скажете, что за кошмар и ужас? Да. 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 Это стоит денег, вы мне скажете, спросите меня. Да. Это искусство, это уже в аналах, в истории. Это будут изучать в школе. Что, скажи, что? Да боже упаси. Это вовлекать детей там и так далее. А вот тем не менее, это будут изучать в школе и правильно будут делать, потому что это интересно, это важно. Вот так. Читаем дальше. В жуткий холод, в холод, на дворе был ноябрь, на посетителей галереи на малой якиманке напрыгивал кусающийся и рычащий человек, не пуская их внутрь. Наутро он проснулся знаменитым. Вот так. Все проще. Хочешь стать знаменитым? Пожалуйста, кажется, да? Сделай. Сделай. Однако, что-то никто не сделал. А тот, кто делал, мы не запомнили. А запомнили вот как раз Олега Кулика. Почему? Это важный вопрос. Это важный вопрос. Давайте немножко про него. Давайте немножко про него. Олег Кулик, глубокий художник, экспериментатор, новатор, философ. Да, да. Вот все, что я вам сейчас прочитал, вот эти все слова. Это не пустой звук. Это не для красного словца и не для какого-то оправдания, да, странного поступка. Еще раз прочитаю, не поленюсь, а вы послушайте. Олег Кулик, глубокий художник, экспериментатор, новатор, философ. Он много лет работал как скульптор, резал стекло, развивал собственную теорию прозрачности, делал мощные работы. Мы их видели. И что? Ничего. Почти ничего. Ни славы, ни известности. А тут бабах. Человек-собака и ты в истории искусства. Да? Какая ирония. Глубокому человеку-философу опуститься до такого, чтобы стать известным, да? Так просто думаете? Выдумать какую-нибудь похабщину и стать известным? Ну, попробуйте. Так же, как черный квадрат. Ну, попробуйте. Изобрести вот это простое действие, с помощью которого вы становитесь известным на весь мир. Ну, попробуйте. А вдруг это происходит? Почему? Потому что это не так плоско. Это не так просто. Здесь есть над чем подумать. Да, это современное актуальное искусство. Оно заставляет думать. Вот эти все вещи, они заставляют думать. А многим этого не хочется. А мы хотим, чтобы нам было красиво. Сделайте нам красиво. Мы пришли, и нам красиво. Ох, какие березочки, ох, какие лесочки. Вот это прям наше. А это что? Решетка, клетка, какой-то голый человек. Это что? Это красиво. Кстати, да. Это очень красивое, мощное произведение искусства. Вот это прям, вот это. Это именно так. Ну, кому я говорю, да? Для кого это мимо, я сейчас никаких бы слов я не сказал, я буду выглядеть каким-нибудь клоуном, который оправдывает бог знает что. Какую-то похабщину. А те, кто разбирается, и так все ясно, что я говорю. Я даже мало говорю для них, они знают гораздо больше меня. Тем не менее, кого-то зацепит. Кого-то зацепит наш простой эмоциональный рассказ. И он начнет в это немножко, но погружаться, немножко, но изучать. А если доведется посчастливиться, пообщаться с Куликом, поприсутствовать на его лекциях, я вас уверяю, друзья, вы пересмотрите не свое отношение к его произведениям искусства, а к своей жизни. Потому что вы поговорите с настоящим философом. И это слово для многих тоже ругательное. Как это ни странно. Во! Во! Чего накручиваем, да? Давайте продолжаем. Мощный кадр в клетке сделан во время Нью-Йорксового перфоманса «Я кусаю Америку, Америка кусает меня». На дворе 97-й. Кулик приехал в США в собачьи мошенники и проходит в таком виде паспортный контроль. И поселяется на несколько дней в вольере в галерее Дейдж Проджект. Периодически человек-собака выходит оттуда на четвереньках, беспардонно обнюхивает публику и творит всякие безобразия. Да? Причем, причем для Америки на самом деле в отличие от нас для 90-х, когда вдруг открылся мир, когда все стало возможно, все стали хулиганить изо всех сил, выдумывая всякие гадости, да, чтобы прославиться. Для Америки это уже было не бог весть. Люди в клетках там, ну, всякие бывают удовольствия, да, у людей. И не только у людей, но и у художников. В частности, в частности, в 1974 году в Нью-Йорке хорошо помнят перформанс постмодерниста Йозефа Бойса «Койот, я люблю Америку, Америка любит меня», когда немецкий художник несколько дней жил в одном вольере с диким койотом. Да, это уже было, это уже было. И тем не менее, видимо, было да не так, потому что Олег Кулик смело, мощно вошел в ту же реку, казалось бы, а оказалось, что нет. Вошел в историю искусства. И это наш соотечественник. И как это ни странно, нам надо гордиться такими людьми. Представляете, что я говорю? Какими такими, да, скажут, вот этим голым человеком-собакой. Да, да. И это искусство настоящее, большое, актуальное и очень интересное. И мы очень рады, что это произведение искусства оказалось у нас, вашему вниманию вот с помощью нас предстает. И мы об этом рассказываем и говорим, шикарно. А уж кто приобретет, безусловно, приобретет мощнейшее произведение искусства в свою коллекцию, в свое пространство, себе. Только позавидовать. Супер. Супер. Давайте удачи. Просто вот от души к тому, кто выиграет. Давайте. И мы все равно продолжаем с вами то самое актуальное искусство. Никуда от него не деться теперь, да? Как взялись за тему, так взялись. Доведем ее до точки, до конца. Кстати, есть замечательная книга по этому поводу. Мы вам рекомендуем. Андрей Ковалев. Будем сейчас кое-что цитировать отсюда. Прям увлекательно. И важно. Мы книжки любим. Вот тот случай, когда Фамусов, слава Богу, не смог уничтожить все книжки. Мы их читаем. Мы их читаем. А что перед нами? Вернулись и продолжили тему актуального искусства. Константин Латышев. 2007 год. Коньки. Работа, а? Красота. Здесь все важно. А кто такой Константин Латышев и по каким произведениям искусства интересным мы его помним, любим и ценим? Ну, например. Замечательная картина, на которой изображено две девушки, а внизу такая стилизованная под Кока-Кола надпись «Сука-сука». Скажет какая гадость. А еще одна замечательная картина его, когда двое мужчин, один постарше, другой помладше, держат друг друга за грудки и один другого. Это название картины. Любишь ли ты, сука, современное искусство так же, как люблю его я? Длиннейшее название, да? Но какие смыслы? Какие аллегории? И это все Константин Латышев. Сейчас поговорим еще об этом. Здесь текст имеет значение. Равное наряду с изображением. Что мы здесь видим? Интересная, да, такая? Опять же, чистая, с одной стороны, гламурная какая-то, да, постановка, кадра, изображение, а с другой стороны, то здесь, да, когда начинаешь в это во все вникать, изображено. Какая-то молодая особа на коньках. Прочитаем текст, все поймем. Прочитаем текст, все поймем. Давайте расскажем немножко про группу этих художников. Важно, полезно, занимательно. Константин Латышев в конце 80-х входил в число участников группы чемпионы мира. Вместе с Константином Звездочетовым, Гией Абрамишвили, Борисом Матросовым и другими. Вместе они проработали всего три года, с 86-го по 88-й, но успели навести шороха в постзастойном, в постзастойном, но еще советском искусстве. Хулиганили, требовали от Верховного Совета повернуть русло Волги, так, чтобы впадала она не в Каспийское, а в Балтийское море. Бузили как могли. И что им за это было? Вот какие были времена? Кстати, о юбилее Горбачева совсем недавно. Это все во времена его? Вот это искусство вот тогда прекрасно себя чувствовало. Было интересно, будоражило, раздражало. И это и нужно от актуального искусства. Именно это и требуется. Вокруг перестройка, фильм А, слово какое уже забыто, перестройка. Фильм А, Советский Союз трещит по швам. Те самые начинаются 90-е, про которые прямо сейчас ва-ха-ха. Хорошее было время, друзья мои. Хорошее было время. Время надежд, перспектив. Я тогда еще молодой человек четко понимал перед нами все. Была бы энергия, было бы желание. Огромные перспективы. Молодежь, у вас сейчас так же? Хороший вопрос, да? Молодежь, у вас сейчас так же? У вас перспективы? А тогда в чем конфликт современный? С чего мы начали? Отцов и детей. В чем проблема? Если у молодежи все хорошо и перспективно, то ей мешает. Как всегда, как всегда, победит в результате молодежь. Как это не забавно. Какие бы у нас с вами старшего поколения, или вот у того самого старшего поколения, не находились в руках ресурсы, атомные бомбы и так далее. А победит молодежь. Вот в чем ирония судьбы. И она сейчас надвигается. Перемены, перемены, перемены. И вот это искусство художника Константин Латышев вот из той эпохи перемен. И картина снова попадает там на торги. Сейчас важный фактор. Важный. Продолжим про Константина Латышева. Выбранный им стиль просится сравнить с Орхолом. Да, да, мы не побоимся этого слова. Орхол, поп-арт. Вот это мы все произнесем. Да, это вот мы замахиваемся вот прям на это. Вспомнить хотя бы его вот это, что я сказал. Сука, сука. Кисловая сейчас говорю. Сейчас это прям нельзя. А тогда было можно. и это было произведением искусства, и это остается произведением искусства современным и актуальным. Графика Латышева схематично, плакатно, очищена от всего лишнего. Тут что тут говорить. Вот все, что я сейчас перечисляю, так оно и есть. Книжку я назвал. Сегодня у нас Латышев, давайте вернемся к этой картине, картине. Сегодня у нас Латышев ироничный, с объяснением. Кружилась, кружилась и докружилась. Да, это вот прям здесь. Кружилась, кружилась и докружилась. Тут у нас с вами и секс, и гламур, и сарказм, и дух времени. Все как нужно для коллекции. Еще два слова про Константин Латышева важно для тех, кто не совсем в теме. Его картины уже в собраниях Третьяковки, в центре Жоржа Помпиду, в коллекциях Екатерины и Владимира Семенихина, в коллекции Петра Авина, в коллекции Шалвы Бреуса. Какие имена? Мы гордимся всем этим и этими коллекционерами. Супер. Так что редкая, интересная, важная возможность приобрести прекрасное актуальное искусство в твоей коллекции. Давайте, кому-то повезет. Знаете, сколько уже вы смотрите эту передачу? 40 минут. И что? Надоело, устали? Конец? А как же наши любимые шестидесятники воскликнут наши преданные поклонники и зрители? Будут правы. Они у нас есть. Как же не показать? Эдуард Штейнберг. Композиция с черным треугольником. 2005 год. Картон темпера. Замечательная работа. Очень красивая, четкая, вот прям нужная, точная геометрия, которую мы все любим, ценим и хотим приобрести в своей коллекции. Эдуард Штейнберг перед нами. Вот он. Замечательная работа. По очень хорошей цене. Мы, кстати, о ценах сегодня говорили, да? Вспомним, кто уже подзабыл, с чего мы начали. Это как определяется цена у хорошей картины хорошего художника, Олег Сылков, пересчете на сантиметры. Здесь совсем не так. Очень хорошая цена для Штейнберга. Воспользоваться моментом, воспользоваться и кто-то ухитрится это сделать, я уверен. Вот кто скажет нам спасибо. Замечательная работа по из шестидесятников мы можем вам предложить. Вот он. А кто-то скажет наконец-то крепкий Немухин. Или мне подсказывают не крепкий Немухин. Замечательная работа. Причем чем она замечательна, кроме своего размера? 2010 год. Все ручное. Ничего тут нету из разряда повторить по сюжет какой-то популярный. что делал Владимир Немухин и мы ни разу его за это не упрекаем. Ни одного раза. Художник имеет право в своем творчестве на все. Но эта работа отличается. И все кто ее видел перед аукционом и слышали цену которую я называл мгновенно говорили не ставьте я куплю не ставьте я куплю а вот мы все-таки поставим. Такая работа. Ну что делать? Побороться побороться и купить за очень хорошие деньги очень хорошего Немухина. Замечательная вещь. Рады бы и дальше продолжить. Но уже время все делать. Как всегда напоминаю этим наш аукцион не ограничивается. 21 лот каждую неделю и все лучше и лучше. И все есть про что поговорить. прекрасный аукцион смотрим смотрим идем по ссылочке читаем изучаем вникаем приобретаем давайте удачи. 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 Удачи.